Поговорим о суставном гимнастике. Чем отличается суставная гимнастика от физиорядки? Чем отличается от других форм спорта? Тем, суставная гимнастика не является физиорядкой, суставная гимнастика не имеет отношения к спорту, суставная гимнастика не имеет отношения к лечебной физкультуре. А для чего? Суставная гимнастика – это специальный набор упражнений, направленный на нормализацию опорно-двигательного аппарата и на нормализацию функции позвоночника. Все упражнения направлены. Первое. Если для позвоночника – скручивание, растягивание, скручивание, растягивание, сгибание, скручивание, растягивание, сгибание в другом направлении, скручивание и растягивание. Для чего? Человек с каждым годом, исходя из того, что он вертикально ходячий, начинает уменьшаться после 24 лет его рост. В районе 60-70 лет он в сравнении своей 18-25 летном возрасте, его рост уменьшается от 3-4 сантиметров, иногда до 10-15 сантиметров. Обратите внимание, какая громадная потеря роста. За счет чего? За счет уплотнения межпозвонковых дисков. Что произойдет, если позвоночник начинает превращаться в дубовую, скажем, засохшую ветку или железобетонный столб? Мы все равно ежедневно какие-то колебательные, сгибательные движения будем выполнять. В одном участке начинается укрепление, уменьшение максимально, почти отсутствие гибкости, а в другом месте другие участки начинают компенсировать. В одном участке позвоночник начинает сгибаться больше, чем положено от нормы, в другом участке превращается окаменелость. От позвоночника выходят, как мы с вами знаем, нервные корешки. В том участке, где движение исключительно малы или недостаточно, начинают накапливаться разные отложения, которые в медицинском языке называются остеохондроз. От удушья, от плохого движения спиной мозг тоже страдает, и органы, которые имеют контроль от зоны спинного мозга, который находится в зоне малоподвижного позвоночника, тоже начинают страдать. В другом участке уже гипергибкость. При гипергибкости происходит разболтанность, разболтанность межпозвонковых дисков, и от этого опять же страдает не только позвоночник с разными грыжами, не только позвоночник разными, разными радикулитами или третьими-четвертыми направлениями, но и внутренние органы тоже. Как будет работать, скажем, ваш какой-то аппарат, телевизор, радио, или какое-то оборудование, работающее из электричества, если в каком-то проводе будет короткое замыкание? В зоне разболтанности позвоночника начинает происходить незначительное короткое замыкание. А в другом участке, где есть, скажем, превращение с помощью отложений, с помощью остеохондроза, малоподвижность спинного мозга, опять же мы замечаем короткое замыкание, если объяснить по-домашнему. Задача восстановить межпозвонковых дисков после разминочного комплекса. Вы заметите, что ежедневно некоторые несколько миллиметров, несколько сантиметров ваш рост будет добавляться. Вначале, прежде чем приступить к суставному гимнастику, измерьте, пожалуйста, свой рост, желательно утром. К вечеру человек оседает на несколько сантиметров. И с каждым днем от полтора-двух сантиметров до пяти, иногда до десяти сантиметров за счет позвоночника мы рост добавляем. А когда позвоночник начинает работать нормально, спинной мозг начинает работать в более улучшенном форме, это, в свою очередь, отражается в головном мозге, в самочувствии, в контроле и во многих-во многих планах. Значит, суставную гимнастику для какой цели будем с вами выполнять? Для нормализации опорно-двигательного аппарата. Это первый слой. Суставную гимнастику всегда выполняется в обязательном порядке. 99% наполнения к упражнениям – это искусственный, создаваемый образ здоровья, образ юности, образ молодости, образ жизнерадостности, образ всего прекрасных сторон. Качество человека, которое вы создаете искусственно и навязываете своему телу, навязываете своему характеру новую грань. То есть жизнерадостность, гибкость, энергичность, эластичность, сексуальность. Успехов вам!